Процентов готовности не знаю. Думаю, процентов 60-70. Думаю, еще есть время у нас, до начала чемпионата, чтобы быть 100%. Лично, что по игре, по играм, то вроде нормально себя чувствую в игре. В целом, я думаю, команда тоже как один организм. Может быть, еще каких-то мелочей не хватает. Но думаю, сколько здесь осталось. Почти месяц. Думаю, что за месяц мы придем к тому, чему мы хотим, чтобы быть готовым к сезону. Согласен, что в многих чемпионатах поиграл. Что запомнилось? Я не знаю, может быть, в начале запомнилось, когда в таких странах играл, как в Израиле. Играл в Америке был. Но запомнилось и отношение к футболу, и менталитет людей. Даже не надо им ничего говорить, запрещать что-то. Они сами об этом все знают. Отношение не только может быть к спорту, а ко всему. По-другому они смотрят на многие вещи, чем мы. Играл в Израиле и предложил агент, что предложил Америку. Говорит, что у тебя тренер. В свое время тренер тренировал в Молдавии команду. Телегул такой. И он вторым или третьим тренером стал в Америке. Ну и агент предложил, и я хорошее впечатление оставил, потому что мы играли против них. Ну он позвал, поехал на просмотр, подошел и все, подписал. Играл в Молдавии. Думаю, что белорусский, ну вот в Казахстане я еще играл. Думаю, что белорусский повыше будет, чем в Казахстане. Ну если ставить, может быть там две-три команды, может они более равные будут. Там Кайрат, Астана, там с Батео сравнивать или с Шахтером. Ну а там уже, я не знаю, ну в Молдавии я думаю, что не знаю. Ну и так я думаю на последнем. Иногда у меня, потому что чемпионат сейчас, ну хуже стал уровнем. Ну мне так кажется. Я там сейчас не участвовал, но так когда просматриваешь интернет, мне кажется, ну слабее стал чемпионат. Ну да, Шериф, там база такая, как я не знаю, как 10 полей, манеж в два раза больше, чем этот. Там может, не знаю, весь чемпионат проходить именно на этом комплексе. Там, не знаю, 10 команд у нас, да, в чемпионате. И они могут играть вот на этом же и базироваться так же, потому что там все. Ну там все очень сложно. Там, чтобы вы понимали, два или три молдаванина играют в Шерифе, я не знаю. Там бразильцы, аргентинцы, все кроме, все кроме молдаван, можно так сказать. Интернационал. Ну да, да, сборная мира. Ну, конечно, тяжело. Я уехал в 20 лет в Израиль. Ну, это тяжеловато дома, когда ты всегда дома находишься с друзьями, с родными, с родителями. Потом уже как уехал в 20 лет и так и начал ездить туда-сюда, в одну страну, в другую. Ну, и вроде уже и даже, ну, уже в Беларуси примерно как, не знаю, как родная стала, да. Можно его сравнить. Я всегда сравниваю с Мозырем, потому что он очень похож на Мозырь. Там у нас речка Днестр. Также там набережная, тоже он миниатюрный, ну, небольшой. Все доступно, не знаю, там, в центр можно там на маршрутке за пять минут доехать, так же, как и на машине. Ну, получается, у нас там уже Приднестровье, в Приднестровье. И, получается, там можно иметь двойное гражданство и молдавское, и российское, потому что они признанные. И есть такой Приднестровский паспорт, который нигде не действительный, но он там есть. И без него ты ничего там, не знаю, там, недвижимость не оформишь или, не знаю, в поликлинику не пойдешь, ну, вот такое. Жена Оля зовут, а дочка Полина, 6 лет, супруга, получается, парикмахер. Ездил за ними, сейчас вот еще у нас есть собака еще. Ну, вот, и ездил за ними, потому что без них тяжело, надо быть вместе. На расстоянии, конечно, это непросто, когда семья. А живут они у меня? Живут тоже, ну, тоже у нас в Приднестровье, точно так же. И двойное гражданство, все то же самое, в принципе. Там познакомились, ну, да, в принципе, в Мозыре так же жили все это время со мной. Ну, и вот сейчас в Гомель привез. Есть ностальгия, да, по друзьям, по родному городу. Ну, не знаю, понятно, что, ну, хотелось бы связать свою карьеру потом, ну, тренерскую, да, с футболом. Потому что я себя вижу, это моя жизнь. Как оно получится, может, останусь в Беларуси жить и здесь так же буду тренировать. А может быть, и приеду домой, буду тренировать. Просто в Молдавии, как, все очень не сладко. Ну, как, в принципе, и везде, но в Молдавии очень не сладко. И даже насчет футбола, насчет команд и насчет, там, детского футбола, ну, все очень непросто. Гол, как именно, мне самому понравился, да. С удара, с метра восемнадцати, принял и вторым касанием, вроде, что пробил левой ногой. Ну, так прямо более запоминающий, может быть, этот как-то так. Можно сказать, не то, что именно эмоционально был яркий момент. То, что мы сравняли 2-2 как раз в последние минуты, мне кажется, вот так оно было. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова